Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас среда, 7 августа 2024 года. И сейчас я вам расскажу, сколько точное время, какое точное время. Потом я кое-что вам расскажу. 15 часов 4 минуты. Запомнили это число? Среда. Ну а теперь переходим сначала к новости. Новость будет вот какая. В конце, конечно, побеседую я. А я хочу побеседовать кое с кем. Ущерб от урагана и дождя. У большинства страховщиков будут лимиты возмещений. Лимиты возмещений будут. Спустя неделю после сильнейшей в истории летней бури и дождей страховщики продолжают получать претензии о возмещении ущерба. Растут и суммы убытков. Ну, кто не наслышан, возможно, не знаете. У нас тут был сильный буря. И целый день, целую ночь, целое утро, короче, сутки лил просто проливной дождь. Затопило местами там локально, кругом-кругом. Переломано, сколько деревьев и так далее. Так вот, про возмещение убытков, друзья. Некоторые люди, оказывается, вообще не подали заявки. Потому что получили отказ по телефону. Запомните, друзья. По телефону отказ. Получили они по телефону. Надзорные органы и защитники прав потребителей напоминают, что необходимо подать официальные заявки. А теперь, прошу секундочку внимания. Откуда я это все беру? Это пишет lsm.lv. Это для непонятливых. Надеюсь, это... Но я в конце еще добавлю. Я всегда... Ну, можно сказать, что 99% называю, откуда я беру. Эти новости. Я их не сам выдумываю. Надеюсь, они смотрят. Эти так называемые зрители. Есть такая категория людей. Значит, поговорим. Давайте я вам сейчас расскажу. Хотя, про новость, про страховки. Хотя страховщики по-прежнему обещают удовлетворить и частично покрыть ущерб, нанесенный дождем, возмещение могут иметь лимиты. Речь идет про лимиты. Вы понимаете, да? Не покрывающие истинный размер ущерба. После критики, подчеркиваю, после критики со стороны президента Эдгара Ренкевича, критики еще раз, тысячу раз скажу. Это для непонятливых зрителей. Президента Эдгара Ренкевича в ситуацию вмешался Банк Латвии как орган надзора за страховщиками до сегодняшнего, правда, да, правда, до сегодняшнего дня не поступило ни одной жалобы, поскольку процесс оспаривания долгий и довольно утомительный. Точное количество заявок и отказов на данный момент неизвестно. Данные по заявкам собирались до конца прошлого месяца. Тогда их было около трех с половиной тысяч. А сумма достигла девяти миллионов евро. И обе эти цифры продолжают расти. Ну, как количество, так и количество денег тоже, друзья, возмещение. Продолжает расти. Но послушайте дальше. И в конце тоже. Дослушайте до конца. Я вам объясню всю ситуацию. Не только про это случившееся. Количество отказов неизвестно. Отказов, повторяю, неизвестно, поскольку объекты еще обследуются. А некоторые еще не просохли. Это, конечно же, можно понять. Отказ по телефону не считается. Вот я почему подчеркиваю. Кто слушает внимательно, отказ вам, если вам по телефону отказали, страховщики, не считается. Прислушайтесь, что критикует. Вы слышали? Яд Горенкевич. Вы слышали? Послушайте предыдущие мои комментарии и мои видео, друзья, пожалуйста. Ну, если не трудно вам. Дальше продолжаем новость. Как рассказала латвийскому, повторяю, латвийскому телевидению юрист. А почему я повторяю? Потому что у нас есть такие категории людей, про которых я в конце хочу поговорить. Они не подписчики, они просто залетные зрители. Хотел уже начать, но нет, в конце поговорим с вами. Про них. Им именно в глазах хочу высказать все. Как рассказала латвийскому телевидению юрист, помогающая людям и есть клиенты, которые получают настолько небольшие суммы, что могут обратиться в суд. Например, у Балта, у Балта, лимита нет. У БТА, ну это страховые компании, у БТА, а БТА заплатит до 1000 евро за попадание, внимание, за попадание осадков через крышу или другие конструкции без внешнего воздействия. ИФ, ИФ, просто две буковки ИФ, тоже страховая компания. Когда-то я был тоже там застрахован. И в БТА, и в ИФ, где только мы не были застрахованы раньше. И здоровье, и так далее. АИФ заплатит до 3000 евро за ущерб от дождя. Там, где осадки попали в объект недвижимости, и ущерб существенно больше этой суммы может не хватить. В данном конкретном случае мы пошли навстречу людям. Некоторые не переобрели соответствующее покрытие. Конечно, мы всегда готовы обсудить решение, заявила руководитель группы имущественных возмещений ИФ обдроши наша Уна Вилгерте. Понимаете, о чем речь идет? Это я особенно для тех непонятливых, которые залетчики, но сейчас я расскажу. Зрители, да, зрители, зрители. Я бы их в кавычки взял. Между тем, президент, повторяю, Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс подчеркнул, что не стоит ожидать, что страховщик вдруг выплатит 100 тысяч евро как возмещение за непокрытые риски. Друзья, извините, я сейчас немножечко попью водички. и мало ли, что я там попью. Некоторые может меречься, что я тут бухаю, выпиваю. Но это ваше дело, это ваше право. Не зря я вначале сказал, сколько времени. Вы поняли? Почему? Не поняли? Ну, когда-нибудь поймете. Когда-нибудь. Сейчас ничего не буду говорить про то, сколько времени. Если меня смотрят, привет всем. Сколько времени? Да, начальником этих часов. Так вот, кому не нравится, повторяю еще раз, кому не нравится, как я преподношу новости, причем подчеркиваю миллиард раз, официальные новости Латвии. Я уже вам это говорил, откуда беру. Повторять тысячу раз латвийские новости официальные. Кому не нравится, как я преподношу эти новости, милости прошу, не смотреть. Почему такой злой? А вы бы радовались, нет? Вы бы радовались, что вы мне желаете очень, так мягко скажу, мягко, нехороших мне вещей желаете, делов, чтоб со мной случилось. Скажите, Сергей, что же с вами случилось? Нет, друзья, вот здесь я сейчас ничего говорить вам не буду. Ничего не случилось, я просто в курсе всех этих событий, наслышан, не нравится, как я преподношу новости, сделай себе канал неугомонные зрители и преподноси хорошие новости зрители, подчеркиваю, я больше чем уверен, это не подписчики. Они мне грозились, я терпел, я долго терпел, друзья, долго терпел, ну вы, наверное, читали, скорее всего, их новости, а возможно, это уже заблокированные зрители, и лично мною, потому что столько зла в мой адрес, и всякой пакости, и всякой высылки мне туда, куда-то высылали, мне это надоело. где вы слышали хотя бы один раз, чтобы я призывал к чему-то к нехорошему, чтобы здесь происходило у нас что-то непосредственно в Латвии, я отвечаю за свой канал, мы же в Латвии, я только всегда за мир и дружбу между народами, где вы, найдите мне хоть одно видео, найдите, а если хотите еще дальше, чтобы я продолжил, критику властей никто не запрещал, почитайте внимательно, почитайте внимательно те статьи, где написано, что критика власти не запрещена у нас в Латвии, не запрещена, я решил вот сейчас это, вот именно сегодня, потому что до того накипело вот эти вот зрители, где я кому плохого желал, я только повторяю, за мир и дружбу, и за хорошие, или не просто хорошее, а за отличное, чтобы латвийский народ достойно жил, где вы видели, а вам не нравится, да, вам не нравятся плохие новости, разве я вам плохие новости преподношу, не нравится, не слушайте, так идите других блогеров, послушайте, там вам хорошие новости расскажут, вот вроде короткая новость, но я решил высказаться, решил высказаться, еще раз призываю всех, кто пишет комментарии, пожалуйста, не реагируйте на таких, большая просьба, вы делаете хуже мне, делаете хуже себе, но больше мне, делайте, конечно, нашему каналу, а тем, кому не нравится, как я преподношу новости, милости просим на выход, пожалуйста, не надо смотреть такие новости, не нравится, что происходит, а что у нас происходит, что происходит, ну была буря, я не оправдываюсь, не оправдываюсь, был ураган, был потоп, приезжал президент, а не нравится, как я преподношу, не нравится, да, Еще раз повторяю, чтобы не писать, не отвечать больше никому, заведите свой канал, делайте хорошие новости, удачи вам. И хочу дальше продолжать. Да, еще раз повторяю, некоторые, да и вообще, наверное, большинство, Сергей, что случилось? Ничего не случилось, друзья. Все остается по-прежнему, ничего не случилось. Ничего не случилось. Но есть категория людей такая, которые только и ждут, чтобы я отсюда исчез. Наконец-то я сказал. Есть. Есть такая категория людей. Да. Нет. Вы не дождетесь, друзья. Я вам говорю, прям прямо заявляю. Найдите мне хоть одно видео, каким-то я призывом или чего. Я всегда только желал. Желал, чтобы народ латвийский жил достойно и намного лучше. А если вам не нравятся новости, которые еще раз повторяю, я так преподношу новости, критикую так кое-кого. А кого? Так. Да, немножко перебили меня тут телефоном. Ничего страшного, друзья. Да, продолжаем, конечно же. Я вам обещал, что я немножечко в конце хочу поговорить с этим контингентом. Их очень мало. Им все никак не имется. Это я больше, друзья, чем уверен, это из заблокированных мною, лично мною, которые мне желали всего самого, самого, что ни на есть, наихудшего в жизни. Да. Куда-нибудь меня отправить и куда-нибудь меня вообще запереть и черт не знает что. Есть такая категория людей. Еще раз повторяю, не дождетесь. Не дождетесь. Даже не пытайтесь, только потратите время. Потратите время. Объяснить еще лучше. Еще лучше объяснить? Я уже сказал. Куда еще лучше? И откуда я тебе беру новости? Вам что, не нравятся новости латвийские? Создайте в средствах массовой информации свой, давайте назовем контент или еще что-нибудь, свой, да, сайт, без разницы где. Долбите там все, что все хорошее, все хорошее, все отличное, все зашибись, давайте, давайте. Ну это, пожалуйста, неужели непонятно? Подписчики и зрители, здравомыслящие, конечно, я говорю, у нас все подписчики и, ну подписчики все здравомыслящие. Ну это, это зрители, да, 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 да. Еще раз объяснить? Откуда? Я же вам называю. Вам что, не имется никак, а? Что? Что я такого говорю вам? Я еще раз повторяю, я не оправдываюсь. Ну я, а потому что у них в мозгах-то нету ничего там, понимаете? Нет, нет. И что я вот так черепа показываю? Кто там? Да? Тоже вам не нравится? Нет? Ну создайте свой канал, показывайте по-своему. Не умеете? Не можете? Я себя не считаю тут каким-то там блогером. Какой? Ну что это есть 30 тысяч? У людей миллионы подписчиков. Это что вы? Что вы этим хотите доказать? Что? Я вот, я перед вами. Это я для заблокированных. Что вы добились? Что вы добились? Добились? Нет? Не добьетесь. И не дождетесь. Надеюсь, вы это смотрите видео. Я буду долго специально на вас смотреть. Долго и внимательно. Да, долго и внимательно. Может быть до вас дойдет. Создайте свои новости. Сделайте такие новости. А еще посоветую. Откройте свой канал. Я же вам предлагал. Нет, не открылись. Они не открылись, а начали мне пакостить. Зрители. Здравомыслящие. Про подписчиков. Вообще молчу. Все здравомыслящие подписчики. Есть. Есть, конечно, категория людей, которые пишут. Но я тоже думаю, что это не подписчики. И я знаю, с какой страны, которые хотят мне тоже напакостить. Они знают прекрасно, в какой стране мы живем. Мы в Евросоюзе живем. Не надо пакостить. Не надо писать такие новости. Не надо ни к чему призывать. Еще раз напоминаю. От вас призывайте у себя. Вы там боитесь. У себя в стране призывайте. Межнациональную рознь у нас не надо. Не надо. Я повторяю. У нас контингент собрался уже более-менее, можно сказать, что отличный. Все подписчики имею в виду. Где вы хоть раз слышали? Лично от меня. Я уже молчу про Наталью. Про нашу собачку Семку. Еще раз повторяю. И это не оправдание. Это напоминание. Предупреждение. Не делайте больше так. И еще повторяю. Не получится у вас ничего. Я как работал. Это работа. Я считаю, это работа, друзья. И тяжелая работа. А почему я здесь начал новости вести? Вы прекрасно все знаете. Я уже повторяться не буду. Особенно вот этим вот. Который мне желает всего плохого. Да. Вот сейчас я высказываюсь. Больше я повторять ничего не буду. Этим. Может быть они увидят. Тогда передайте, если вы их, возможно, знаете. Пускай больше даже не пытаются. Бесполезно. Пытайтесь. Пытайтесь. Дальше продолжайте все. Продолжайте. Ну, вам и у вас в крови это. Вам нравится. Да. Обзываться. Желать плохого мне. И так далее. И так далее. И тому подобное. Очень долго. А я сказал, потерпите. Да. В конце я вам все объясню ситуацию. Но если еще, еще честно. Честнее, как еще сказать. Я просто устал. Друзья, уже устал. Я имею ввиду устал. Вот это все в свой адрес выслушивать. Я же вам сколько раз повторял. Вы делаете только хуже. В первую очередь себе. Вы здоровье тратите. Ну, конечно, и мне. Мне тоже здоровье тратите. Но еще раз предупреждаю. Нет. Не подпадаю я под эту категорию, которой вы желаете мне, чтобы я в ту категорию попал. Нет. Ой, давно хотел сказать. Я вот немножечко жалею, что я раньше этого не сказал. Очень, очень сожалею, что я не побеседовал. Отдельно прям сделать видео такое, что, пожалуйста, отстаньте вы от меня, пожалуй, отстаньте. А то, что я вот свое личное мнение здесь говорю и такое, это никто никому не запрещает. Еще раз повторяю. Критику власти в нашей стране, в Латвии, никто не запрещал. А может быть, вы не знали вот эти, которые мне желают плохого, даже очень плохого они мне желают. Просто-таки, вообще, я говорю, чтоб исчез. не хотел, а надо. Надо когда-то высказаться. Повторяю, зрители, особенно подписчики, если вы знаете таких людей, передайте вы им лично. Ну, может быть, в комментариях напишите им. Ну, конечно, заблокированы они, они не смогут написать. И они будут видеть меня. Вот я к ним и обращаюсь. Но если вы таких людей знаете, что бесполезно. Не подпадаю я туда, друзья. Не, 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 не. Никак. Нет, нет. Друзья, вы что? Буду заканчивать. Надеюсь, вы, наверное, поняли. Это я теперь к этим зрителям, которые мне желают плохого. Надеюсь, вы поняли. Кому не нравится, милости просим, не смотреть. Не смотрите, пожалуйста. Это к этим зрителям. Категория людей, которые мне желают, я говорю, повторяю, очень, подчеркиваю, очень плохих, плохих делов, чтоб на меня там, Господи, все. Ой-ой-ой. Я же вас предупреждал давно уже. Заведите новости. Я откуда беру эти новости? Ну, что, мне ссылочки посылать? А я не буду посылать вам эти ссылочки. И оставлять. Зачем? Я не хочу. Мне некогда. Мне некогда. Откуда беру? Я... Хватает того, что я называю, откуда я беру. Вот, пожалуйста. РУС точка, ТВНЕТ точка, дробь такая, лето. Ну, либо ТВНЕТ, РУС. Ну, и дальше могу перечислить. Новости, деньги, ТВНЕТ, спорт, планета, ну, и так далее. Гараж, видео. Ну, откуда я это делаю? И тут украинский флаг. Ну, сердечко, естественно. Что вам еще нужно от меня? А? Желальщики. Или желалка выросла и только доходит до того, до чего вы хотели? Ну, не получается никак. Это уже очередной раз. Но не получается никак. Не получается. Я имею в виду вот этим вот желальщиком плохого мне, подчеркну, именно мне. А некоторые даже, прямо скажу, и в плохой адрес писали, и в адрес жены, но это было давно. Но я надеюсь, я думаю, что это все еще так, эти горе людей. Отвалите от меня, пожалуйста. Отвалите. Пошли своей дорогой. Идите вы своей дорогой. А меня, пожалуйста, особенно, когда новости я смотрю, новости преподношу. Не смотрите. Прошу, пожалуйста, закройте вот это вот. Сделайте там крестик или что, чтобы вам это не выскакивало. Не преподносилось вот это вот. Все. В Ютубе. Или где я там делюсь, в Фейсбуке или еще где-то. Без разницы где. Не надо. Может быть, еще как-то вам объяснить получше. А, нет, не дойдет до них. Нет, не дойдет. Да, я знаю. До вас не дойдет. Вы все равно мне будете закидывать, закидывать вот этими... Вы знаете, чем вы закидываетесь? Знаете? Все понимаете? Это я про вас говорю, зрители, как этот говорил доцент Редиска. Я же вас не обзываю. Не нравится, не смотрите. Ну и не надо мне этого желать. Уже, наверное, десятый раз повторяю. Не дождетесь. Нет. Всем здравомыслящим людям, всем здравомыслящим подписчикам, всем зрителям. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Что, мне дальше продолжать? Текст? Или мне больше сделать вот этих вот пожеланий? Вы все равно не будете верить. Вы думаете, что я чего-то другого желаю? Нет. Не дождетесь. Не дождетесь. Значит, вы не можете понять ничего. Не можете. Если вы не понимаете, вы только можете, вы одно только понимаете. Как бы быстрее от меня избавиться. Да? В каком смысле, зрители, особенно подписчики, вы поняли, в каком смысле? Да-да-да-да, мне желают очень многие. Я говорю, сейчас вот накопилось, я вот выплесну, потерпите немножечко. Сейчас отойдет у меня, нормально будет. Нормально. Я, друзья, не пью уже очень много лет алкоголь вообще. А пошутить я люблю, вы знаете. Вы же, конечно, пошутить. Я могу изобразить такого пьяного, что вы и правду подумаете, что я пьяный. Конечно. Вот такая необычная новость. Вроде про страховку. А это мое кино. Ну-ка найдите в этой новости что-то, что я желал Латвии плохого. Не нашли? Искальщики. Так и хочется мне нам перейти. Нашли? Вот так же и другие не могут найти. Так что я вам ответил сразу на все. Нету. И никогда не найдете. Заведите свой канал, вот эти вот хотелщики, в кавычках, мне плохого желающие. И преподносите что угодно. Нету. Так же и в других. А критику, еще раз повторяю, никто не отменял. Никогда. Даже в те стародавние времена критику. Ну, были времена, конечно, когда там черти кто там бог знает там царили. Ну, даже при царе, по-моему, мне кажется, даже не садили. Там другое что-то было. При каких-то там этих генсеках, да. Но все равно критика была, юмор-то был. Так вот это вы спутали фуй с пальцем. И думали, сейчас, сейчас мне за белые рученьки и кирдык. Все. Сережа, поехал. Не дождетесь. Хотел заканчивать, все никак не могу. А я вас просил, пожалуйста, вы слушайте меня, друзья. Я устал вот это слышать все. Просто устал. Но заканчивать я не собираюсь. Я как вел эти новости, это мое дело. Как комментировал, так и буду комментировать эти новости. Как критиковал, так и буду критиковать. Ну, конечно, в меру, ну, за словами, конечно, надо следить. Естественно, я понимаю, все это понятно. Это, конечно же, друзья. Ну, как вы мне желали вот такого. Вот вас, вас надо привлекать по полной программе. Но нет, срывается у вас. Да, большая рыба. Вот такая вот рыбина срывается. Хоть вы там тройники ставьте, хоть вы там, блядь, десять, хоть сто крючков понавешайте, но нету ничего такого. Нету. Вы что из меня преступника, блядь, сделать захотели, да? Это зрители. Да нет, не получится. Под статью, блядь, подвести, да? Зебанашки, блядь. Не могу, друзья. Не знаю, даже вырезать, не вырезать это. А что я такого сказал? Сейчас старенький мужичок, ну, как старенький, уже в годах. это мое кино. И только всегда за здоровье, за счастье, здоровье в первую очередь, счастье, благополучие латвийскому народу и всем народам мира, дружбы между народами. Ну, что вы в этих словах нашли? Опишите опись протокол. Что? Что? Валите с этого, пожалуйста, канала, вот эти зрители, которые мне желают покоя, валите отсюда. Не надо. Я как шел своей дорогой, так и буду дальше идти. И все равно латвийский народ будет жить намного лучше, друзья. Я оптимист. Уже который раз повторяю, уже, наверное, миллиардный раз повторяю, кто понял, тот понял. Все, заканчиваю, друзья. До свидания, до следующих видео. Спасибо за поддержку нашего канала. чтобы не знал,